Девушки отдыхают Не очень Орда, хватит лирики, переходи к делу Мы собрались вместе Отец, мачеха, тема ребенка Волнуюсь за тебя Все хорошо, а что такого? Это правда? Ну вот, не понимаю, о чем ты, Орда Ты привыкла все держать в себе Я? Ты совсем не знаешь свою маму Бюлент, Есимин, их решение завести ребенка и так далее Меня это вообще не интересует Да, так и должно быть Но я же вижу У них жизнь продолжается А ты топчешься на одном месте Что, я не прав? Когда ты уже сможешь свободно вздохнуть? Ты задаешь эти вопросы мне? Или скорее себе? Мы говорим о тебе По-моему, мы говорим о тебе Работаешь-то тут на зло отцу, я знаю Я люблю свою работу И я счастлив, что работаю с тобой Да, закончу Я должна свободно вздохнуть? Ты до сих пор никого не впустил в свою жизнь Ты никогда ни с кем не делишься секретами Боишься, что тебя обидят И ни с кем не сближаешься Не хочешь, чтобы тебе разбили сердце А свободно дышать должна я? Интересно Посмотри сначала на себя Я этому вас учила Верно Человек сначала должен посмотреть на себя И задать себе вопрос Почему эта тема так сильно раздражает И злит его? Злюсь не я, а ты, Орда Только ты этого не замечаешь Как только чувствуешь, что тебя могут чем-то задеть Выпускаешь колючки Орда Что-то случилось? Может, расскажешь? Иногда с тобой просто невозможно разговаривать Бери пример с Мелиссы Она счастлива Брать пример с Мелиссы? Ты сейчас серьезно мне это говоришь? Мелиссы изменилась Все, кроме тебя, изменились Не надо говорить моими словами Признай, что я прав Это я права Это признай Нам лучше эти темы Какое-то время не обсуждать, мама Хорошо? Согласна Седа Здесь надо мыть пол как следует Ага Лейла сейчас придет Привет, Лейла! Адем Это ты? Лейла, привет Добро пожаловать домой Нам нужна была помощь Иначе никогда не приедем Ди-Жен О, Мэрве, привет Привет, спасибо И тебе добро пожаловать Спасибо Спасибо Идем Отвлечешься немного Большое тебе спасибо, дорогая Сейчас закончим с уборкой Давай не будем забирать старую мебель Купим новую Да, не будем А то папа расстроится Да Тогда В этом месяце сможем купить диваны И новые кровати Я подсчитала Хотя с математикой у меня что-то не очень Ладно А телевизор и холодильник Через месяц в кредит возьмем Да нет, не надо Возьмем со склада Со склада? Угу То, что вы купили вместе с Сарпом? Всегда Мы же договорились Не произносить его имя Ты забыла? Да, эти вещи Точно? Ты в этом уверена? Думаешь, ты уже готова? Конечно, готова Уже столько лет прошло Ого-го Я его свадьбу организовываю Думаешь, мебель сильно меня заденет? Ты что? Не веришь мне? Ладно Поехали на склад И там ты поймешь Что я его забыла Так Милый, смотри на дорогу Ну, мне же очень интересно Подожди Мы же договорились Плохая примета Видеть платье до свадьбы Потерпи Я нетерпеливый Ты же меня знаешь Во всем нетерпеливый Угу Если речь о тебе Лейла Может, вернемся? Нет, все хорошо Не переживай Посмотрим Посмотри, какой классный диван Мы же именно такое и хотели Садись Удобный Мне нравится Опа Только ты мне честно скажи Тебе правда нравится этот диван? Хорошо Посмотрим Иди-ка сюда Представь, что сейчас зима Идет снег Очень холодно Угу А мы дома И нам тепло Сидим на диване И смотрим фильм Угу А потом Угу Угу Ты что, люди смотрят? Да никого нет Кого это там? Где? Угу Купим его? Купим Если нравится Нравится Хорошо Давай все-таки купим новую мебель Не отсюда Мы возьмем эту Я не расстраиваюсь Позови ребят Надо перенести все вещи в дом Ладно Иди Посмотри-ка на эту Тут много программ Да Хорошая Нет Давай-ка лучше возьмем эту Мама много лет ее использует Между ними Нет никакой разницы Только давай серую Это Не подходит по цвету Как скажешь Значит ее Ладно Музыка 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 Знаю, очень тяжело. Я так по тебе скучаю. И я по тебе. Не плачь. Пытаюсь, но не получается. Я ненавижу себя за то, что все еще люблю тебя. Прости. Я так тебя люблю. И я тебя. Я так хочу вернуть то, что между нами было. Давай вернем. Вернем? Вернем. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насколько же все-таки важны работники? Это то, на чем держится вся пекарня. Я уже не выдерживаю. Ой, не переживай, любовь моя. Я уже решила эту проблему. С завтрашнего дня выйдет на работу. Ну, ничего себе! Где ж ты его нашла? А-а-а-а? Они гараж открыли. Тихо-тихо, не мешай им. Доченька моя, значит, решилась наконец-то. Эх, моя хорошая, какая молодец. А что еще делать? Жизнь продолжается. Да, я... Я вначале удивился, а теперь вот радуюсь. Моя дочка сильная, вся в отца. Молодец. Твердо стоит на ногах. А-а-а-а, и Адем тут. А-а-ай, тоже пришел. Я ему совсем недавно хорошенько зад надрал, а он опять появился. Ай, ты-то куда, дорогой? Помолчи. Слабо богу, слабо богу. Ай, совет, да любовь. Какая еще любовь? Ладно тебе, посмотри лучше, как наша дочь счастлива теперь. Ай-ай. Да, и правда, наконец-то, доченька, счастлива. Смотри, какие милые ботиночки. Я сейчас расплачусь, Бюлент. Нам срочно нужно завести ребеночка. Время идет не в нашу пользу. Ай, и боль в животе у меня прошла. Одна капризничает второй язвит. Что за дело? Похоже, что меня тут держат за подмастерье, а я и не знал. Я тебе об одном, а ты мне о другом. Может, я привидение? Всем на меня наплевать. Как будто я невидимый. Слышала, да? Дорогой, я у тебя с самого утра пытаюсь узнать, что стряслось. Ты мне ни о чем не рассказываешь, но тебя явно что-то мучит. Выкладывай. Мы и так сами напросились приехать. Никто же не удосужился нас пригласить? Никому не важно, что я думаю, никто нас не слушает. Что бы я ни предложил, не вмешивайся. Почему не вмешивайся? Хорошо, хорошо. Возможно, тебя они не воспринимают всерьез, хорошо. А меня почему не слушают? Как меня можно не воспринимать? То есть то, что меня всерьез не воспринимают, это нормально? Ну, Исимин, не зацикливайся на себе. Мы сейчас обо мне говорим. Знаешь, Бюлент, у тебя постоянно какие-то проблемы с выбором выражений. Сейчас это предупреждение, но учти, что в третий раз будет уже пенальти. Видела, как Аслыхан себя ведет? И Орду под себя воспитала. Весь в мать. Мелисса пытается от меня отделаться, а я делаю вид, что не понимаю этого. А Сарп, это вообще полное разочарование. Совсем не такое, каким я его представлял. Видите ли, собрался делать карьеру. Так почему же со мной не посоветовался? У него есть живой пример успешного человека. О какой еще карьере, он говорит. Да, если бы я была на твоем месте, я бы взяла и купила этот отель. Все бы смотрели тебе в рот. Но ты же недогадливый. Покупать огромный отель только, чтобы преподать кому-то урок. Огромный отель. Дети, за стол. Фатма? А почему ребятам не накрыла? Они вышли, госпожа. Еще что-нибудь? Нет. Убери со стола. Седа, вставай, иди в кровать. Давай. Я скоро. Ну-ка, попробуй воль. Как вкусно. Мне тоже нравится. Я иду спать. Хорошо, дорогая. Давай, милая. Спокойной ночи. 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 Можешь ничего не спрашивать? Я ошибся. Не нужно было приходить. Ты права. Зачем ты это делаешь? Лэлла, я же сказал, что ошибся. С одной стороны, ты меня мучаешь. Играешь со мной в какие-то игры. Показываешь, как любишь Мелиссу. А потом приходишь. Ты ангел или дьявол? Кто ты? Все вместе. Или нет. Не знаю, Лэлла, я не знаю, зачем пришел. Почему ты все это делаешь? Потому что так правильно. Так правильно? Ты разрушил мою жизнь и исчез. Как ты можешь мне такое говорить? Как будто это я виновата, и ты мне мстишь таким образом. Я тебе не мщу, Лэлла. Я просто... Я... Что просто? Что? Просто пытаюсь не сближаться с тобой. Под окнами моего дома? Говорю же, пытаюсь. Я же не сказал, что это просто. Что мне с тобой делать? Пожалеть? Позачувствовать тебе или что? Ничего не делать. Попытайся хотя бы понять. Я пытаюсь. Поверь мне. Я пытаюсь изо всех сил. Но не получается, к сожалению. Ладно, забудь. Забыть? Просто забыть, и дело с концом. Ты мог бы быть частью нашей семьи. Но ты предпочел отказаться от нас. Это твой выбор. Поэтому нечего зря лить слезы. Этого вечера не было. Я сюда не приходил. Завтра продолжим, как ни в чем не бывало, ненавидеть друг друга. Лучше бы ты вообще никогда не появлялся в моей жизни. Лучше бы ты. 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 Привет. Ты опоздала. Ровно на одну минуту Простите, похоже, я заставила вас ждать Больше не опаздывай Пойдем Как будто минута опоздания что-то меняет Должно быть, на что ты разозлился, не принимай близко к сердцу Да ты что, ничего страшного Ай, моя дорогая, трудолюбивая моя Мине, моя пчелка Как ты быстро работаешь Хорошо, отправь мне, я жду Умница Ай, целую тебя Слушай, Мине, я в долгу не останусь Даю тебе свое слово, так что давай, милый Я нашла адрес Лейлы Как тебе такое? Теперь мы узнаем, кто она такая Ну-ка, я пойду одеваться А ты, вместо того, чтобы натирать статую, иди машину готовь А как Адем? А, Адем? Угу Хорошо, наверное Наверное? Угу Мы расстались А, только начали встречаться и уже расстались Мы поняли, что ничего не получается Думаю, у него все хорошо, не знаю Все к лучшему Адем, милый парень, но он тебе не подходит Адем Да, Адем очень милый По этой причине мы решили остаться друзьями Как это? То есть ты можешь дружить с бывшими возлюбленными? Даже после коротких отношений? Ну, бывает так, что нет другого выхода Я бы так не смогла По-моему, невозможно дружить после серьезных отношений Былые чувства не исчезают Даже если бывшие возлюбленные решают остаться друзьями У кого-то из них все равно остается надежда Я уверена? А в нашем случае это точно не я Насчет Адема не знаю Не я, то что ты мне поверь У Адема еще есть надежда И он хочет быть рядом с тобой А ты что думаешь, любимый? Я абсолютно согласен с тобой, милая Я считаю, что после расставания Люди никогда не должны пересекаться Ну а что делать? Иногда по-другому не получается И ты вынуждена каждый день видеть человека Которого про себя проклинаешь Это правильно Раз расстался со мной Пусть не смеет попадаться мне на глаза Я так рада, что ты меня поддерживаешь, любимый Я бы не выдержала Если бы ты даже мельком взглянул на свою бывшую Я немного перегнула, но разве я не права? Права, права, конечно, права Пойдете со мной? Нет, любимая Сейчас ты у меня попляшешь Да Какая любовь Бедная девушка Она ничего о тебе не знает Она знает все, что нужно знать Не волнуйся Что, например? А она знает, что на самом деле ты трусливый подонок А, вот еще что Как жаль Она сейчас счастливая Вся в предвкушении свадьбы А она знает, что тебе нравится сбегать из-под венца Как последнему трусу Нет Ей не нужно знать Потому что я никогда не оставлю ее на полпути Ах, если бы я тебя плохо знала То подумала бы, что ты порядочный человек Лейла Что, Лейла, Мейла, что? Рассказывай тут Я ее никогда не оставлю И это ты мне говоришь? А что ты хочешь от меня услышать? Я тебе предлагал оставить работу и уйти из нашей жизни Почему это я должна уходить? Ты уходи, если тебе надо Какая разница? Это все равно не меняет того факта, что ты настоящий подонок Как дела у Адема? Это твой подставной парень Он все еще плавает по Босфору Вот осел Как только нечего ответить, сразу оскорбляешь Ты не представляешь, сколько я хочу тебе высказать Тут даже ни одного нормального напитка нет, представляете? Может, мне мини-маркет в Турции открыть? По-моему, отличная идея Правда? Согласна Да? Нужно заняться бизнес-планом Ага, пойдем, сынок, пойдем Идем, дорогой Как я умудрился всю партию испортить, не понимаю Тут и проклятие Адем, что с тобой, сынок? Что такое, дорогой? Нет, не могу, госпожа Мираль, я не смогу Я папу Халили, я очень боюсь Он постоянно кричит Я лучше снаружи буду работать Сынок, ты чего? Нечего бояться, идем, сынок Нет, 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 я лучше домой пойду Ты что, Адем, послушай Нет, не надо Идем же Ну что ж такое, свалился на мою голову Да я не хочу Шагай, шагай, заходи Не бойся, сынок, давай, не бойся Эй, сейчас я тебе... Сейчас я тебе точно задам Халили, не надо Это ты его работником называешь Он везде перед моими глазами маячит Вчера весь день тут ошивался Жаль, что я ему сразу не надавал А сейчас самое время Я тебе сейчас нос сломаю Ну-ка Халиль, хватит уже, хватит То ли мне тебя держать, то ли его с собой закрывать Не пойму Что на тебя нашло, Халиль? Халиль? Ну ты что, Халиль? Дикий зверь какой Может, мне тебя в лес выпустить? Ты мне только скажи Не неси ерунды, Мираль Я тебя прошу Говорю уже, Адем подмастерье Все удачно складывается А я говорю, ни в коем случае Не неси чушь Я ему нос сломаю Слушай меня Я говорю, можно Я сейчас уйду по делам А когда вернусь Уж не знаю, как вы будете договариваться Но это уже ваше дело Я и знать не хочу деталей, понятно? Я знаю, как с ним договориться Сейчас я тебя как врежу Так, слушай сюда Если с этого парня Хоть волосинка упадет Ты знаешь, что я с тобой сделаю Понял? Не бойся, сынок Не бойся А ну-ка Смотри сюда Даю тебе два дня Если допустишь хоть одну ошибку Сам знаешь, что с тобой будет Понял? Привела она мне тут Перь, зажигай Ну, чего уставился? Да Здесь невероятно красиво Добро пожаловать, господин Сан Здравствуйте Я Дилара Господин Эдис предупредил о вашем приезде Я вам все покажу Кто предупредил? Владелец коттеджа Предупредил Начнем с дегустации А потом я покажу вам виноградники Хорошо, отлично Здесь есть йога? Да, у нас и палаточный лагерь есть Любимый, пойдем на йогу вместе Я так давно не занималась Хорошо, любимая Закончим дела и решим Я так рада Ты привез меня в прекрасное место Для тебя все самое лучшее, милая Идем Для тебя все самое лучшее Ты что-то сказала? Да нет, просто говорю Какое прекрасное место Такое спокойное Тут очень красиво Так здесь ведь пекарня находится, да? Да, моя госпожа Бог ты мой, она что, живет тоже где-то здесь? Госпожа, а куда мы едем? В дом той девушки? Нет, нет Поехали в пекарню господина Халиля Спросим у него, может он знает Да Господин Халиль, а ты еще кто? Я, Дэм, госпожа, добро пожаловать Я недавно тут работаю Мне дали срок два дня Если не допущу ошибки, останусь А если допущу, даже не знаю, что со мной будет Итак, понятно, что с тобой будет Ну ладно, успехов тебе А где господин Халиль? Господина Халиля сейчас нет, он вышел Ладно А ты случайно не знаком с Лейлой? С Лейлой? Лейла моя невеста, я на ней женюсь Ты, наверное, путаешь У Лейлы, которую я ищу, фамилия Эртыкин Все правильно У моей невесты фамилия Эртыкин, я на ней женюсь Значит, невеста твоя? Я женюсь на ней Ай, да женишься, женишься Это я уже поняла, господи боже Значит, я что-то напутала Да, точно Вы что-то сказали, тетя? Сам ты тетя? Взрослый парень, а все еще людей тетями называешь Давай, работай! О, госпожа Перри! А, господин Халиль! Добро пожаловать! Здравствуйте! Как вы, все ли в порядке? Или вы решили снова навестить своих врагов? Нет, нет Я приехала сюда по делам и подумала А дай-ка я зайду господину Халилю За знаменитым трабзонским хлебушком Конечно Адем, упакуй буханку хлеба Адем, перчатки-то надеть надо Вот, пожалуйста, госпожа Боже, боже Да Здоровья! Так хорошо сразу стало И этот хрустящий бери, тот, что снизу У него сегодня первый день Конфеток возьмете? Нет, нет, спасибо Ну, хорошо Возьмите Ах, нет, ну что вы, не надо Для вас все бесплатно Что вы, не надо Возьмите наш хлеб, возьмите бесплатно Прошу вас, госпожа Перри А, ну как же так Ой, вы меня смущаете Не смущайтесь, пожалуйста, госпожа Перри Это еще не все Я вас без чая отсюда не отпущу Ну, хорошо Нам два чая Проходите Проходите Секундочку Только осторожно, пожалуйста, дорогая госпожа Перри Устраивайтесь здесь Алло, мама Мераль? Превосходно Точно, согласен А мы выбираем это вино Как только узнаем количество гостей Я сообщу, сколько заказывать Конечно Хорошо Ну что, поехали? Мы же хотели погулять по винограднику. А, любимая, мы с тобой в другой раз приедем и погуляем наедине. О, ну хорошо. Тогда пойдем. Большое вам спасибо. Спасибо. Девушки отдыхают. Отлично. А у тебя? Тоже неплохо. Да, я был в Урле. Но как узнала, что ты столько лет спустя едешь ко мне, сразу сорвался и приехал. Очень хорошо сделал, что приехал. Я очень рад. Вот это да. Значит, вы снова... Кстати, Мелисса моя невеста. Приятно познакомиться. Взаимно. Значит, вы знакомы? Лейла организовывает нашу свадьбу. Ого! А, да, господин Сарп, мы с Эдизом знакомы. А где вы познакомились? В университете. А вы в одном университете учились? Получается, что так? Ты выпускница университета Аскоя? Да. Ничего себе. Да, так неожиданно. А у вас даже общие друзья есть? Как же получилось, что вы не знакомы? Интересно, на каком факультете ты училась? Гастрономия. А, понятно. В разных корпусах учились. Да, да. Разные корпуса. Крохотный мир. Да, и правда, крохотный. Маленькая планета. Но мы, пожалуй, поедем, да? Любимый, мы никуда не спешим. Может, посидим, поболтаем. Твой друг из самой Урла приехал, чтобы тебя увидеть. Точно, так и есть. Кроме того, я не хотела уезжать, не посмотрев на виноградники. Иди, с устрашным экскурсиям. Конечно. К тому же, сейчас сезон сбора винограда. Вам очень повезло. Я очень хочу увидеть сбор винограда. Любимая, но у нас не так много времени. Ты же знаешь, я не люблю водить машину после захода солнца. Так оставайтесь здесь. Тут и комната есть. Ну, давай останемся. Будет так здорово здесь переночевать. Вряд ли нам скоро удастся приехать еще раз. Милая, мы-то можем остаться. А вдруг у госпожи Лейла есть планы? Лейла, дорогая, может, останемся? Пожалуйста. Но у меня, правда, есть очень важные дела. Если нужно, я могу поговорить с твоей мамой. Пожалуйста. Нет, не в этом дело. Просто у меня даже сменной одежды с собой нет. Я уверена, поблизости есть магазин, где мы можем купить одежду. Правда? Да, в поселке. Отлично. Но раз проблема решена, мы остаемся. Сырхат! Да, господин. Отвези моих гостей в поселок, в магазин. Скажи, что они от меня. Пускай им помогут. Пожалуйста. Давай. Мы едем в поселок. Тогда в поселок едем. Будет очень весело. Очень. Ну что, брат, рассказывай. Тссс. Пошли. И как прошел тот вечер весело? Они же заблудились тогда. Тот день прекрасно. Все благодаря вам, господин Хайли. Все были в восторге от вашего ласкового пирога. К слову, с невесткой у меня никаких проблем нет. Но ее мать – это нечто. Да ладно. Все так плохо. Ужасно, ужасно. Еле ее выношу. Ну, ничего. По сравнению с тем, что было до нее, все цветочки. Да не говори, дорогая Перри. Давай не будем портить себе настроение, вспоминая прошлое. Каждый раз, когда вспоминаю, прямо-таки рука сжимается. Хочется врезать ему. Ой, я испытываю аналогичные чувства. Как вспомнишь, сразу такой гнев внутри по всему телу волной проходит. И кровь от рук отливает уши. У вас еще ничего. А у меня возникает желание пролить кровь. Столько, столько всего внутри накопилось. Ой, и я бы высказала пару ласковых той девчонки. До сих пор все в себе держу. Да. Слава богу, мы с этим мерзавцем так и не встретились. Вот так. Боже упаси, никогда не пересекалась и не планировала. Да, да, слава богу, боже упаси. Знаете, у нас так много общего, Перри, а? Точно. Адам, где наш чай? А, вот и ваш чай, господин Халиль. Мираль, ты так быстро вернулась. Я, это, я думал, у тебя дела. Я и не вернулась, Халиль. Меня здесь нет, Халиль. Слышала, тебе чай нужен. Чай очень кстати. Спасибо тебе. Я тебя... Я тебя тоже, Халиль, я тебя тоже. Мираль. Я, пожалуй, пойду. Ты что, Перри, не болтай. Присаживайся, присаживайся. Мы с тобой сейчас чайку попьем. А ну, а ну. Чашки надо попросить. Проходите, госпожа Эсимин. Какой красивый отель, а? Да. Может, купить его? Любимые ты овощи, что ли, покупаешь? Подожди, нужно осмотреться. Нет, нет, ждать нельзя. Они как можно быстрее должны понять, кто я. Ну ладно, покупай тогда. Но пока не завершится сделка, никто не должен знать, что между нами что-то есть. Я поняла, ты уже в десятый раз это повторяешь. Знаю, что поняла, дорогая, я в этом уверен. Кстати, зачем ты пришла? Ты только сейчас додумался спросить? Считаешь, я пропущу такое важное событие? Ну, не волнуйся, я с тобой не пойду. Смотри. Я подготовилась. Пойду в бассейн и поплаваю, сниму стресс. У тебя стресс из-за чего? Посмотришь в зеркало, поймешь, из-за чего у меня стресс. Понял? Я пошла. Позвони, как закончишь. Позвоню. Смотри, какое платье. Симпатичное, правда? Угу, милая. Этот Эдис, он твой бывший парень? Нет, Эдис мой старый друг. Кажется, вы с ним очень близки. Ну, раньше он был моим близким другом. Судя по тому, как он обрадовался, я так и подумала. Угу. И с Сарпом они очень близки. Странно, что вы не были знакомы. Да, невероятное совпадение. Я Сарпа никогда не знала. Угу. По-моему, это невозможно. Я уверена, что вы где-то пересекались. Видимо, он не привлек твое внимание, и ты не запомнила. Он не в моем вкусе. Ха-ха-ха. Прости, это, наверное, не очень тактично прозвучало. Но мне больше и темненькие нравятся, если честно. Угу. Да. Смотри, тебе это очень подойдет. Как тебе? Красивая. А я вот это примерю. Хочется надеть что-нибудь яркое. Хорошо, пойдем в примерочные. Идем. Брат, как такое может быть? Не спрашивай. Как ты допустил, чтобы все настолько усложнилось? Не делай вид, что не знаешь Лейлу. Она же упрямая. Как я мог ее переубедить? Ты же понимаешь, что это неправильно. Все может перерасти в катастрофу. Скажи лучше что-нибудь, чего я не знаю. Я лучше тебя кое о чем спрошу. Почему ты сбежал? Вы оба пропали. Я вас долго искал. Я запутался. Испугался и убежал. Если бы не Мелиссы, я не выкарабкался бы. Не восстановился бы. Ты убежал. И бросил замечательную девушку. Разбил ей сердце. Лейла такого не заслужила. Госпожа Аслы Хан звонит. Не выдержала. Ответь ей. Мамочка? Ого. Вы еще не вернулись? Нет, не вернулись и даже решили переночевать здесь. Как это? Мама, тут прекрасно. Идеальное место для того, чтобы расслабиться. К тому же, мы застали сбор урожая и винограда. Поэтому решили остаться тут на ночь. Может, ты дошла или отдохнуть этим вечером? Э-э-э... Здравствуйте, госпожа Аслы Хан. Насчет свадебного платья не беспокойтесь, мы все согласовали. Доставку я приму лично. Никаких проблем не будет, не переживайте. На примерку завтра утром успеваем. Ну ладно, пусть будет так. Я выключу телефон на несколько часов. Мне нужно расслабиться. Может, пойду в спа-центр. Отличная идея так держать. Выдели время на себя. Мы тебя целуем. До свидания. Пока-пока. Пусть все останется между нами. Как вам? А, необычно, но очень красиво. Мы готовы гулять. Отлично. А это тебе. Мне? Переодевайся и пойдем с нами. Послушайте. В энергетическом секторе я номер один. Мне уже некуда расти. Оба ресторана, где я являюсь совладельцем, лучшие в Стамбуле. Я инвестирую в строительный сектор. Периодически инвестирую в другие сферы. Почему бы не прикупить отель? Я покупаю отель. Он мне понравился, я его покупаю. Я такой человек. Покупаю, что захочу. Нужно еще документы подготовить. Но детали вас не касаются. То, что вас интересует, находится в этом конверте. Пожалуйста. Да, точно. У Бюлента появились дела, и чтобы не видеть эту женщину, я спустилась в бассейн. Да-да. Ох, нет. Я не выношу того, как Аслы Хан на меня смотрит. Хотя, знаешь, она права. Я могу ее понять. Сама подумай, на меня посмотришь. Я молодая, красивая, интеллигентная. К тому же я сексуальна, все при мне. Ты так не считаешь? Ой, ну не знаю, что мне еще делать, пока он работает, Пири Хан. Я вот что тебе скажу. Слушай, могу на что угодно поспорить, что у нее ни одной подруги нет. Как можно постоянно быть такой кислой? Ну ты хоть улыбнись, правда же? Нет, у этой женщины ничего такого нет. Ой, давай закончим праслый Хан и не будем портить тебе настроение. Ну давай, крепко тебя целую. Береги себя. Пока-пока. Пока. Здравствуй, Есимин. Здравствуй. Привет. Очень красивый бассейн. Просто отличный. Здравствуй. 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 Здравствуй.